Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы представить несколько аспектов патоморфологического исследования тела матки. Начну с того, что эпидемиологический рак тела матки в России занимает третье место по заболеваемости у женщин и шестое место по общей онкологической заболеваемости в мире для социально значимых заболеваний. И поэтому его стоит усиленно исследовать и максимально быстро ставить диагноз. Немного из анатомии. Матка полуорган расположена в малом тазу, в дупликатуре брюшины, которая образует в осирозную оболочку и переходит, точнее, образует широкую связку матки. Полость матки треугольна, обращенная основанием кверху и в углах матки. Полости матки самая частая локализация первичных кашном либо атипических гиперплазий. Соответственно, слои стенки тела матки с слизистой оболочкой эндометрием, мышечной миометрией и, соответственно, сирозной оболочкой периметрией. Матка – это гормонозависимый орган, но наибольшим изменением и цикличным изменением подвергается слизистая оболочка эндометрии. По своему строению он состоит из простых трубчатых желез, выставленных призматическим эпителем, и специализированной стромой, которая по факту является собственной пластинкой слизистой оболочки. Также выделяют два слоя – функциональный и базальный, и наибольшим изменением в гормональном цикле подвигается именно функциональный слой. Для пролиферативной фазы гистологическая толщина эндометрия составляет 4-5 мм, и в этой фазе эндометрия представлена довольно плотной стромой с достаточно редко расположенными прямыми железами, высланными призматическим эпителем. Стоит также отметить, что граница эндометрия и миометрия неравномерная, и в зависимости от функционального состояния базального слоя может быть разной по своей плотности. Эхогенная тень в данную фазу составляет 5-7 мм. Далее переходим к фазе ранней секреции. В течение всей пролиферативной фазы строма и железы достаточно активно делятся, и к началу секреторной фазы гистологическая толщина эндометрия составляет около 8 мм. В этой фазе уже увеличивается количество желез, их просветы извиты, они шире, эпителия начинает накапливать гликогены, появляются субнуклеарные макуоли, строма становится более рыхлой, увеличивается количество кровеносных сосудов в строме, что дает более рыхлую консистенцию. И своего пика секреторная фаза достигает к середине, когда толщина эндометрия составляет до 11 мм. В эту фазу железистый эпителий максимально накапливает гликоген, желез много, их просветы наиболее широкие, строма отечна, с большим количеством кровеносных сосудов извитых. И если в эту фазу не наступает беременность, переходим к поздней секреторной фазе, когда уменьшается отек стромы, начинается спазм извитых артерий, и просвет желез увеличивается, однако сам эпителий теряет гликоген, за счет чего становится меньше, становится призматическим. И в данную фазу толщина эндометрия уменьшается незначительно, и далее переходит к менструальной фазе, в которой эндометрия начинает дисквамироваться, за счет чего толщина эндометрия начинает резко варьировать, за счет разности его дисквамации. И соответственно, их гликоген на тень около 4 мм, а это 0 до 4 мм. Далее. В постменоползальной матке сама стенка истончается, она становится более плотной, как мышечный слой, так и эндометрия. Эндометриальная строма уплотняется, фиброзируется, количество желез уменьшается, и просвет зачастую расширяется за счет фиброза строма. Эпителия желез значимо уменьшается, они становятся призматическими, и примерно гистологическая толщина эндометрия в эту фазу 1-2 мм. На данный момент в классификации опухоли тела матки мы используем пазовскую классификацию. Большую часть представляют эпителиальные опухоли тела матки, 70-80% которых составляет эндометриоидная карцинома. Ее варианты, она относится биологически к первому типу. Степень злокачественности этого типа варьируется в зависимости от цитологической и архитектурной АТП. Что нельзя сказать о опухолях второго типа, это серозная и светлоклеточная карциномы. Они априорно имеют высокий уровень злокачественности и высокочастоту метастазирования, и быструю прогрессию. Также выделяются смешанные опухоли, опухоли первого и второго типов, мезонхимальные, чаще всего гладкомышечные, и смешанные мезонхимальные и патериальные. На данный момент мы пользуемся ТНМ-классификацией седьмого пересмотра, которая базируется на уровне инвазии в стенку и выход за пределы органа. И я думаю, что не нужно объяснять, насколько важно, как можно быстрее поставить стадию, насколько выражен прогноз для каждой стадии. Несколько моментов по поводу вырезки раков тела матки. На вырезке потолок для определения уровня инвазии в стенку органа должен брать срез стенки матки на всю толщину от опухоли до периметриев. Таким образом, потолок может определить глубину инвазии микро. В случае, если мы видим крупное опухолевое поражение без чётких границ эндометрия, нам стоит взять несколько фрагментов с опухолью, с пластиной, для того, чтобы мы могли определить участок с неизменённым эндометрием и наибольшую инвазию. Также в рутинном исследовании берём нижнематочный сегмент, если он сохранён, шейку матки и переход к актоцервиксу. Итак, по стадиям. Первая стадия выставляется по глубине инвазии в миометрии. И стадия Т1А выставляется по распространению процесса в пределах эндометрия, либо в пределах внутренней половины миометрия. Мы её выставляем по микропрепаратам, деля миометрии пополам визуально. Поэтому так важно захватывать параметрии, дабы не завысить и не занизить стадию. Также хотел бы отметить, что для эндометриоидных карцином не существует понятие карцинома ин-ситу. И если мы ставим диагноз эндометриоидной карциномы, но она локализована в пределах эндометрии, это стадия Т1А, потому что, по сути, это является инвазией в собственную пластинку слизистой. Однако такое состояние, как карцинома ин-ситу, может быть для серозных карцином эндометрия, серозная интерапитуляльная карцинома, она вовлекает поверхностные эпители, либо поверхностные отделы функционального слоя эндометрия, железная эндометрия. Ее мы можем классифицировать как карцинома ин-ситу. Далее. Стадия Т1Б выставляется при обнаружении инвазии более половины толщины эндометрия, о, миометрия, простите. И вот в данном случае мы не можем точно определить границу эндомиометрия. Хотел бы сказать, что измерение миометрия мы начинаем от границы эндомиометриев и заканчиваем параметрием. Но в данном случае, если крупный опухолевый процесс и весеный эндометрий на стороне поражения поражен, то мы ищем максимально поверхностный участок миометрия, от которого меряем параметрию и выставляем стадию по этим признакам. Однако, если мы можем взять целиком пластину и провести от очевидной границы эндомиометриев линию, нам следует выставить стадию по такому признаку. Далее. Стадия 2. Инвазия в строму шейки матки. На случай мы можем выставить инвазию в строму шейки матки только при условии, если мы видим четко определяемые признаки, что это шейка матки. То есть многослойные плоские эпители, эпители цервикальных крипт и за ним в строме опухолевые фокусы. Опять же, не является стадии Т2 распространения вдоль слизистой оболочки на цервикальный канал. Третья стадия – это выход на сирозную оболочку либо инвазия в придатке, либо метастазы в придатке. Однако, стоит отметить, что бывают случаи первичных поражений одним типом опухоли и яичников, образования первичной опухоли яичника и тела матки. В этом случае мы должны дифференцировать метастаз, это и ставить третью стадию, либо это первичномножественный рак. В этом случае нам поможет гистологический грейт опухоли, то есть эти опухоли могут разниться по своим цитологическим и архитектурным параметрам, эммоногистохимические исследования в некоторых случаях, и уровень поражения. То есть если это билатеральное поражение, то мы с большей вероятностью выставим метастазы и третью стадию. Стадия 4 – это распространение на мышечный слой стенки прилежащих органов и распространение на их брюшины не будет считаться четвертой стадией. И хотел бы сказать несколько слов о состояниях, которые могут мимикрировать под раки тела матки. В первую очередь это дэномиоз, распространение нормальной эндометрии в миометрии. Он может значительно увеличивать толщину стенки матки и делать ее неоднородной. И зачастую макроскопически морфолог не может определить, инвазия это, рак это в принципе, или это дэномиоз. Также полипы эндометрия, крупные экзофитные полипы могут симулировать, мимикрировать под рак тела матки, хотя по сути это выраст эндометрия на питательной ножке. Может быть с фиброзом стромы, и особенно в случае, если есть эндометриоз, можно выставить достаточно большую стадию. Также хотел бы сказать, что экстраорганный эндометриоз может увеличивать стадию раков и в принципе симулировать опухолевый процесс. даже при биопсиях эндометриоз у молодых женщин с выраженной инфильтрацией трифокальной может значимо симулировать, и иногда только иммунистая химия позволяет определить, что это эндометриоз. Позвольте на церковных не останавливаться, леомиомы могут значимо затруднить диагностику раков тела матки за счет изменения формы органа, деформации выраженной. Также могут затруднить стадирование, в том числе и для морфологов, стадии Т1. Мы не учитываем ширину леомиомы при выставлении стадии, однако она может значительно увеличивать толщину миометрии, за счет чего стадия может занижаться. По поводу лимфоузлов, региональными считаются тазовые лимфоузлы, в восьмом пересмотре ТНМ к ним добавляются параортальные, но так как тазовые лимфоузлы могут значительно изменяться в норме, это метастаз достаточно крупный, значительно изменяться в норме и в том числе накапливать контраст, как говорил мой коллега, то стоит учитывать эти изменения, такие как липоматоз лимфоузла, когда он почти полностью заменяется жиром, фиброз, гиаленоз и, в принципе, другие нормальные воспалительные изменения лимфоузла. Ну и хотел бы сказать, что матка – очень интересный орган, очень приятно работать и делать этот доклад. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Есть ли вопросы из зала по поводу… Морфология. Можно принести микрофон, пожалуйста. Большое спасибо. Было очень интересно выслушать вашу презентацию. И мы сегодня знаем, что если у нас вот такой синхронный рак эндометрия и рак яичников, то, как правило, это рак из эндометрия. Вы знаете об этом. И каким-то образом это влияет на… Они лечатся отдельно, да, эти раки, но при этом они связаны. То есть, рак – это эндометриальный рак. Вы знаете об этом? И есть какие-то комментарии? В случае, когда мы имеем одновременное поражение опухолевая эндометрия и яичников, сейчас доказано, что поражение яичников в данном случае тоже будет эндометриальным раком. Ваша точка зрения на это, то есть с точки зрения патологии? На данный момент считается, что эндометриоидная карцинома в яичниках развивается зачастую из очагов эндометриоза. Поэтому, в принципе, этиологически это то же самое. Однако, первичное – это все-таки яичник. Первичное будет из яичника. Ответ у нас заключался в том, что эндометриальный авриальный рак из маленьких эктопических желез произрастает. Соответственно, если у нас есть опухоли в эндометрии, то будет произрастать из эндометрии. Но это эктопические эндометриальные железы на поверхности. А вы пытаетесь сказать, что есть ли у вас эндометриальный рак у молодых пациенток? Я думаю, что это был какой-то последний, наверное, ваш слайд. Да, вы знаете, у вас действительно может быть молодые пациентки с эндометриальным раком. И у нас много таких пациенток. На самом деле, мы стараемся органосохранительную, предлагать им органосохраняющую хирургию. Вы знаете, да, сложности были обсуждены в эндометриозе, когда мы говорим про инвазию в рак эндометрия при поражении шейки у молодых от эндометриоза. Я правильно понимаю? В последних своих слайдах. Шейки. При вовлечении, когда мы говорили с вами о распространении на шейку матки, вы сказали о том, что могут быть сложности при наличии очагов эндометриоза. Могут быть сложности при наличии очагов эндометриоза, однако при распространении на шейку матки могут быть также ошибки при ее распространении вдоль слизистой оболочки шейки матки. Однако эти гемиэндометриозы, как органы, так и внеорганы, иногда могут добавить сложности к диагностике. У нас был еще вопрос. Девушка тянула руку из середины этого блога. Благодарю за интересный доклад. Хотела спросить маленькое уточнение насчет узлов. Если узел располагается сразу под опухолью, то мы во время вырезки микроскопического исследования его тоже измеряем как миометрии? Или мы находим, пусть даже с минимальной инвазией, на участок, где нет узла? Вы имеете в виду леомиоматозный узел? Да, леомиоматозный узел. Мы исследуем участок с максимальной инвазией, однако при измерении миометрии мы не учитываем размер леомиомы. То есть даже если максимальная инвазия прошла через узел, то мы должны в том месте мерить? Да, мы должны мерить в том месте, однако не учитывать размер леомиомы. То есть вычитаем расстояние узла, так? Да. Спасибо. Можно задать вопрос? Задать вопрос в отношении гистологического строения злокачественных опухолей, эндометрия и трудности диагностики смешанных форм, скажем, сочетание эндометроидной и серозной аденокарциномы. Какие у вас существуют, может быть, свои подходы? Эндометроидная и серозная карциномы, во-первых, они имеют разное гистологическое строение, то есть даже на гипеноксилине и азине, мы можем увидеть некоторую цитологическую архитектурную атипию, то есть эндометриоидная – это всё-таки более плотно упакованные железы с меньшим ветвлением популярного строения, если оно есть. Для серозных характерны, наоборот, длинные ветвящиеся попилы с неоднородным клеточным просветом. Эндометриоидные карциномы, они сохраняют свою выстилку достаточно однородной. Даже если у них есть цитологическая атипия, она больше выражена в ядрах, а просвет сохраняется ровным. Для серозных карцином это не характерно, то есть у них просвет волнистый. Далее, для точной диагностики мы всё-таки используем иммуногистохимию, то есть СП-53. Спасибо большое за ответ. Есть ли какие-то дополнительные вопросы? Буквально 30 секунд вопрос и 30 ответов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в вашем докладе я услышала фразу, что в некоторых случаях экстраорганный эндометриоз сложно лечить от аденокарциномы, метастазов эндометриоидной. Вы сказали, что используете иммуногистохимию. А конкретно какие антитела вы используете? Я упоминал, что его можно спутать с каким-либо опухолевым процессом. По большому счёту эндометриоз, эти гендометриозы от эндометриоидной карциномы иммуногистохимически отличить почти невозможно. Там может быть разная экспрессия эстрогеноперогестеронов, но это может зависеть от индивидуальных особенностей. и поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...